Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня мы посмотрим, что происходит с криптой. Так, и что же происходит у нас с криптой, собственно? С криптой происходит то, чего мы от нее и ожидали. Происходит отскок, точнее все еще на самом деле даже не отскок, а накопление. Вот моя краткосрочная сделка на Femex. Немного я уже ее разгрузил вчера-позавчера, но в целом цели остаются ближайшие вот такие же краткосрочные. Но это даже не цель, это просто микроразгрузка. Кстати, можно ее, наверное, будет подвигать. Ну ладно. Но в целом цели краткосрочные, да, 42 тысячи, 44, 48, да и в целом 52 и понеслась. Femex, кстати, биржа офигительная, всем рекомендую, ссылка на нее есть в описании. Видеообзор у меня по ней тоже есть, сейчас появится у вас сверху. Здесь можно торговать не только криптой, но также и золотом. Короче, объясняю. Смотрите, 30-минутный таймфрейм, дивергенция отыграла. После двух желтых иксов на сайфере все-таки мы взяли и начали отскакивать. Но не забывайте, ребят, что у нас уже было так и здесь, и здесь, и много где еще. Но в целом вот здесь вот мы отскочили очень хорошо 22 января. И с тех пор этот лоу не переписывали, что является, конечно же, бычьим знаком, бычьим сигналом, что это было локальное дно. Но, тем не менее, слушайте, мы всегда можем еще кольнуть и кольнуть даже еще ниже и потом только развернуться. Это биткоин, вы знаете. Поэтому будьте готовы. Если вы в лонгах с большом плече, то ставьте либо стопы, либо разгружайтесь куда-то, я не знаю, вот хотя бы вот за этот лоу стоп. Если вы в маленьком плече, то наоборот вам хорошо, или если вы без плеча, вы можете тут спокойно добирать. Если вы на споте, то тем более можете уже покупать и спокойно добирать, если вдруг будет падение. Но я не говорю, что оно будет, я просто говорю, что если оно будет, нужно, чтобы у вас не ликвидация вот тут вот была, понимаете меня, да, а усиление позиции. Тем не менее, все эти желтые точки и прочая тема говорит нам о том, что вероятнее всего мы сейчас пойдем наверх и очень-очень неплохо пойдем наверх. Это мое мнение, естественно, дисклеймер, не финансовый совет. Опа, смотрите, аудио, кстати. Аудио полетел тоже отскакивать. Вчера еще было, консолидировалось внизу. Желтая точка на 30 минутках, но это, конечно же, шум, но в целом все равно вот у нас. Да, вот мы видим, где желтые точки не отыграли на 30 минутках, но следующая желтая точка вот эта, в принципе, сейчас уже отыгрывает. Желтые точки надо смотреть на хотя бы на 4-часовом таймфрейме. И то они вот, посмотрите как, они отыгрывают с запозданием. Вот у нас были тут желтые точки, то есть мы, вероятнее всего, по аудио сходим выше, чем они у нас были. Вот, аудио, кстати, офигенная монета, а точнее даже будет сказать не монета, а проект Аудиоско, на котором я тоже зареган как музыкант. Поэтому, если хотите поддержать меня как музыканта, ссылку оставлю в описании Аудиоско. Вот залил тут недавно пару треков, которые еще не заливал, короче. Трекам, на самом деле, уже там по 5 и по 7 лет, но тем не менее, это ремиксы на моих друзей Unlogic Think и Objective очень прикольные. Вот, и вообще, я тут что-то накупил себе всяких штучек, всяких девайсов и буду снова заниматься музлом. Поэтому, если вы хотите, чтобы я писал новые треки, ставьте лайк обязательно и пишите в комментариях. И подписывайтесь на мой музыкальный канал. В YouTube-чике тоже, потому что у нас всего 546 подписчиков. Непорядок, ребята. Вот, подписывайтесь на IT Assighting Souls, ссылку оставлю в описании. И вообще, я хочу сказать, что на самом деле полезно отвлекаться от трейдинга, потому что, ну, не знаю, лично в моем случае, вот если каждый день пытаться урвать что-то с рынка, то результат только один. В лучшем случае выйдешь в безубыток после огромной просадки и скажешь, фух, наконец-то вернул свое. А в худшем случае просто сольешь депозит. Поэтому, на самом деле, торговать-то надо всего несколько сделок в год. Вот если вы посмотрите на биток, то сейчас, конечно, это хорошо видно, что вот у нас был с вами long, short, long, short. Сейчас идет long. И в какой-то момент будет short. И это вроде все понятно, но в моменте мы там начинаем с вами, у нас же вот такие вот выпады случаются в виде коронадампов или вот таких вот сильных препампов, или вот этого нездорового роста с 10 на 60 тысяч, где все теперь верят в медвежку, потому что просто рост должен был быть здоровый до 30 тысяч. И сейчас как раз к 40 подходить. Но всем дали вот этот мега-памп, мега-дамп, и теперь все думают, что это Макдональдс, и мы идем вниз. Короче говоря, не переторговывайте. Месседж мой такой, ребята. Не надо переторговывать, потому что... Ну, вы сами все знаете. Вы сделаете... У вас хорошая сделка, вы срубили несколько иксов, и потом вы начинаете их растрачивать на стоп-лоссы, на всякую ерунду. Поэтому, ну, его нахуй. Ладно, что у нас из новостей? Акции Мета Акафейсбук рухнули на 25% после хренового отчета. Что лишний раз нам говорит, что не только крипта, это скам, ребята. Посмотрите, как может падать акция крупнейшей компании. Да и, в принципе, Фейсбук, слушайте, ну вот по чесноку вы пользуетесь Фейсбуком? Это же просто говнище, на самом деле. Что Фейсбук, что ВК. Я лично соцсетями не пользуюсь уже много лет. И они пытаются угнаться просто за этим уходящим поездом. И говорят, что якобы они метавселенная какая-то. Хотя, по сути, они просто устаревшая соцсеть, которая пытается нагнать хайп вокруг себя. А также, друзья, зацените крышесноснейшую коллекцию новых NFT-шек, которая называется Grand Goose Mansion. Собственно, вот эти гуси, их сейчас можно наминтить под уникальными номерами 1111, 2222 и 7777 тоже. Их всего будет 7777. И фишка в чем, что по их дорожной карте после минтинга каждый из них станет стоить один эфир минимум. И 20 тысяч долларов будет направлено на благотворительность. И также во время процесса минтинга у вас появляется шанс выиграть одного из пяти денежных гусей. Каждый денежный гусь стоит 20 тысяч долларов. 100 тысяч долларов будет задонетено в комьюнити дао сразу же после минтинга. Ну и всякая такая тема. Собственно, чуваки будут тратить на маркетинг очень много из того, что выручат с минтинга. Так что проект, по идее, должен затуземунить. Крышесносно затуземунить. Но дисклеймер, естественно, не финансовый совет, а просто прикольная игра. И есть еще страница с airdrop, собственно говоря. С airdrop, который можно получить. Ссылка на этот проект в описании. Airdrop тоже в описании. Тут надо всего три простых задания выполнить. Подписаться на Twitter, на Discord и на Instagram. Вот и все. Так что, ребят, переходите по ссылочкам. Дисклеймер, не финансовый совет. А мы продолжаем. Total хешрейт биткоина переписывает all-time high, ребята. Это очень бычий знак. А цена все еще находится вот здесь. То есть цена должна пойти обязательно за хешрейтом. Соответственно, улететь куда-нибудь к 100 тысячам. Очень-очень скоро и быстрее, чем вы думаете. Ну и вот оно все растет. Собственно, как вы видите, на Bybit растут лонги. Растет PNL лонговый. Dash уже вот практически пробивает сотку. Все еще подарок. Все, что ниже 300 баксов по Dash, это подарок. Абсолютно точно. Но опять же, понимаете меня правильно. Я не intraday trader. Я вам не даю сигналы на здесь и сейчас срубить по-быстренькому бабла. Это не ко мне. Я вам даю долгосрочное видение рынка о том, что вот в течение там полугода, года-двух, скажем, будет такое движение. Короче, в целом, что я вам хочу сказать, ребята, под такой подыток подвести. Судя по альтам к биткоину, у нас все зеленеет. Это очень хорошо. Давайте-ка глянем быстро доминацию BTC. Что она нам говорит? Она нам говорит на недельном таймфрейме отскок. Но я так подозреваю, что на более младших, да, на дневном, вот мы видим уже возврат к сетке. И что это нам говорит? Если мы сейчас от этой сетки сайферской отобьемся, то тогда все-таки это будет ложный. Ложное позеленение альтов к биткоину. Но если мы сейчас ее все-таки пробьем и уйдем ниже вот этого low, то это будет супер массивнейший альт-сезон, которого мы так с вами все ждали уже сколько, не знаю, полгода, наверное. Или кто сколько ждет? Напишите в комментариях. И уже никто в него не верит. Понимаете, в чем задача манипуля? Сделать так, чтобы все распродали свои альты за бесценок, вышли в биток, который сейчас в моменте дорожает, и вдруг затузамунили ваши альты, которые вы продали. Вот что может произойти. Так работает рынок. Естественно, может произойти и по-другому, и вот так вот, но надо быть готовыми ко всему и реагировать. Потому что трейдинг – это не про ваши ожидания, а трейдинг – это про то, чтобы подстраиваться под то, как ведет себя рынок. А рынок нам тут рисует нисходящий треугольник, который по школе пробивается вниз. А для альтов это означает «to the moon». Так, где была у нас новость-то про то, что кучу средств спи***ли с децентрализованного моста? Во, хакеры вывели из пула, из кросс-чейн моста в Wormhole более 300 миллионов баксов. Собственно, о чем я вам и говорю. Смотрите, сеть Solana, обернутый эфирчик на сети Solana, которая лежала трое суток, вот поэтому она, походу, скорее всего, и лежала. Вывели кучу баблища. Собственно, о чем это нам говорит? Почему мы вообще платим с вами огромные комиссии в эфире за газ и также огромное время, иногда, кстати, уже давно этого не было, долгое время ждем подтверждения транзакций в сети Биткоина, в Майннет. Потому что это и есть плата за безопасность, за безопасность сети, понимаете? А все эти кросс-чейны, парачейны, которые вам на хайпе сейчас говорят, что они дают там бесплатные, огромные суммы, бесплатно гонять еще, получать стейкинг, фарминг и все остальное, это все на**балово, это все скам, вы понимаете это, я надеюсь? И вот почему я и говорю, что все новые проекты, в том числе и Салана, и Шмалана, все они будут падать, независимо от того, что они очень крутые. Сейчас они еще немножко порастут. Сэндбокс туда же, посмотрите, он уже очень сильно вырос, и у него обязательно вот эта глобальная синусоида, вот я рисовал, она пойдет вот так вот по иньянскому фракталу, понимаете? Приливами и отливами все происходит. Вот кто ржет над тем, что лунный календарь, вы на самом деле зря, потому что я тоже не особый фанат, но я верю, по крайней мере, я знаю, что все связано с луной у нас на Земле, и приливы, и отливы, извините, и женские циклы, и все остальное. И рынок – это такая же тема, прилив, отлив. И как сказал Уоррен Баффет, по-моему, после отлива видно, кто купается голышом, поэтому тут важно, чтобы вас этими отливами не смывало. Вот, и надо понимать, что все идет вот такими волнами, даже не вот этими волнами, которые А, Б, С, там, раз, два, три, четыре, пять, и коррекция А, Б, С, потом, которые многие волновики рисуют. Это все понятно, волны Эллиотта окей, но Эллиотт умер в нищете, как показывает практика. А просто вот такими синусоидными волнами, вниз вверх, бычий медвежий рынок, вот и все. И эти все Соланы, Маланы, это все пойдет обязательно вниз. Луна тоже самое, посмотрите, Луна пойдет обязательно вниз. Я не говорю, что прямо сейчас, но может, кстати, и прямо сейчас. Может, чуть выше сходит, но потом обязательно пойдет вниз глобально. То есть глобально мы в волне восходящей, и будет глобально нисходящая волна потом. Абсолютно точно, поменяйте мое слово. И как пример этому, посмотрите на мою любимую криптовалюту Dash, как она вела себя в 2017 году. Тоже ее все хайпили, форсили. Посмотрите, как высоко она была, не в логарифмической шкале. Вот она запампилась, нереально. После этого что мы видели? Супер медвежий рынок, посмотрите. Безоткатное падение. Вот тут ее все лонговали, вот тут ее все лонговали. Как вы сейчас Солану собираетесь лонговать? Поэтому, друзья, дисклеймер, на мой взгляд, сейчас как раз лучше покупать вот такие монеты, которые после этого три года пролежали в медвежьем рынке, и у них есть все шансы. И, кстати говоря, Dash, в отличие от всяких Солан и Малан, это не претендует ни на NFT, ни на DeFi, ни на какую шляпу. И этот блокчейн ни разу не лежал, ни разу не ломался, его сколько пытались прохакать, он неубиваемый. Dash – это реальный true блокчейн. И это просто монета, она не гонится за трендами, ни в метавселенную, никуда. И это не ее проблема, как многие говорят, это, наоборот, ее достоинство. Потому что ни у биткоина нет рекламы, ни погони за трендами, ни у Dash нет рекламы. Это не нужно. Здесь только децентрализованная модель форсинга. То есть сами вы являетесь рекламой. Лучше вы форсите, ставьте своим друзьям кошельки Dash, MyDash Wallet, и отправляйте им по одной монете или по 0-1 монете, сколько вы можете, пока она дешевая. Как мы, собственно, и делаем в нашем чате периодически. Так что, друзья, у меня все то же самое. Dash Litecoin, Bcash я по таким ценам набираю агрессивно и жадно. Я жаден, когда все остальные паникуют, когда у всех остальных страх. Сейчас у всех страх на рынке по Litecoin, кто его держит, по Bcash и по Dash. Поэтому я набираю за обе щеки. Как настоящий хомикадзе. Так что давайте, продавайте. Я вас куплю. Покупайте свои саланы, аваксы, дисклеймер, сарказм, нефинансовый совет. Ну, а с вами был Гринч, это канал CryptoCommons. Думаю, что сегодня проведем вечерний ночной стримчик еще. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам такое заходит. Все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите. Всем профитролей. И пока. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok